Упростить получение государственных услуг, минимизировать коррупционные риски и наладить работу фронт-офиса. С рабочей поездкой в Североказахстанской области побывал председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алек Шпикбаев. В ходе визита он посетил первый сельский открытый акимат в Келлеровке Таиншинского района, а также ему рассказали об успехах работы уже действующего в Акаинском. Илья Кудряков продолжит тему. Впервые открытый акимат на селе. Раньше они работали только в райцентрах, но из-за большого числа жителей в Келлеровке, а их здесь около 2500 человек, местные власти решили, что свой фронт-офис будет не лишним. Здесь начали свою работу специалисты аппарата Акима, ветеринарный врач и сектор приёма обращений граждан. Так что теперь населению не придётся бегать из кабинета в кабинет. Все услуги оказываются по принципу одного окна. Это значительно экономит время и помогает избавиться от коррупционных рисков. Ведь сложно проводить какие-либо махинации, будучи на виду. Здесь, когда открытые акиматы, скорость принятия решения намного сразу увеличивается. Если раньше условно 10 дней уходило или 15 дней, то сейчас за 2-3 дня не можно всё сразу решить. Потому что они тут все вместе, база одна, если надо, пригласят специалиста сверху, руководителя отдела, заместителя Акима района приедет, если надо, и сразу оперативно на месте будут решать. Без всякой бюрократии. Кроме оказания государственных услуг, фронт-офис будет работать и в формате общественной приёмной. Открытым станет и сельский Аким. Теперь принимать граждан он будет не в своём личном кабинете, где риски сговора увеличиваются в разы и которые даже найти не так уж и просто, а сразу на входе в сельский Акимат. Это ещё один плюс. Если местным жителям не смогут помочь во фронт-офисе, то они смогут напрямую обратиться к руководителю округа. Акимат сельского округа переселяется на первый этаж. Открытое, прозрачное пространство. Всё видно будет, чем он будет заниматься. Самое главное, что он на виду. И с точки зрения чистоты его действий, я думаю, здесь всё пойдёт на пользу населения в целом. И тем более здесь соберёте для оказания. Уже есть все возможности оказания услуг. Да? Да. Не надо ездить в районный центр, правильно, да? Да. Интернет работает, да? Всё. Плюсы и минусы открытого Акимата, а больше здесь всё-таки положительного, успели оценить и местные жители. Теперь им не придётся искать транспорт, подстраиваться под погодные условия, тратить своё время на дорогу до райцентра, чтобы получить одну госуслугу. Вы знаете, как говорят, пришёл, увидел, победил. И это действительно. Пришёл раз, удобно, красиво, скипывал. Получил все усилки. Понимая этого, можно получить любую госуслугу. Особенно для пожилых людей. Это просто прекрасно. Большое-большое спасибо. Дальше главе антикоррупционного ведомства рассказали об уже действующем почти год фронтофисе Акаинского района. По словам местного Акима, если раньше на срок обработки заявлений от местных жителей и ответ на них уходило 15 суток, то сейчас этот процесс занимает всего 2-3 дня. С ноября 2019 по октябрь 2020 уже обратились свыше 600 человек. Каждое заявление рассмотрено. Кроме этого, в каждом населённом пункте есть уголок для самообслуживания. Всего их 40 штук. Действительно, там, где мы говорим только о сельском, а ещё есть всё, где неприятно, где-то не рядом, что там получают такие студенты, в школах, там созданы такие уголки и самообслуживания. Это очень положительное, я считаю. На местах вы быстрее принимаете решение, не реже оттуда, где это указание спускается. Это называется, возможности местного самоуправления. Вы видите, где потребности и что можно делать. Так что спасибо. Будем иметь в виду. В целом, концепция слышащего государства выполняется на должном уровне, отметил Алекс Шпикбаев. Некоторые видения он взял себе на заметку и намерен внедрить их в других регионах Казахстана. Илья Кудряков, Юрий Искаков, Служба новостей.